МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане прошло 21-е заседание секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий. В Казахстан посетили представители ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даусизма, синтаизма. Всего были делегаты из 22 стран мира. С главами и членами делегации встретился спикер Сената. С каждым из духовных лидеров Маулен Ашимбаев обсудил не только актуальные проблемы современности, но и возможные пути их решения. Так, в ходе встречи с председателем Духовного управления мусульман Кавказа, шейх Улисламом Аллах Шикур Паша Заде, Маулен Ашимбаев отметил значимый вклад Духовного управления мусульман Кавказа в достижение цели съезда. На тему перспективы взаимодействия секретариата съезда и Святого Престола председатель Сената поговорил с главой бюро Монсеньором Халедом Акаше. Важность взаимодействия с международными организациями Маулен Ашимбаев обсудил с заместителем генсекретаря Всемирной Исламской Лиги доктором Абдурахманом Абдуллой Альзаидом о дальнейшей перспективе расширения сотрудничества и работы в рамках съезда с генсеком Академии Исламских Исследований Алясхара Назиром Мухаммедом Ельназир Аядом. Также Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным секретарем мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдулл Саламом и главой индуистской делегации Самиром Шантилалом Самая. Что нужно знать про сам секретариат? Если сам съезд проходит раз в три года, последний был в 2022-м, то секретариат – это рабочий орган съезда, который собирается ежегодно. Во время таких встреч участники обсуждают рабочие вопросы, прежде всего подготовки следующего основного заседания. С этого года в состав включены представители международных организаций. Заседание секретариата в этом году юбилейное 20 лет назад. В Астане прошел первый съезд лидеров мировых и традиционных религий. Годы показали правильность решения о создании такого международного органа. С каждым разом актуальность его существования подчеркивается событиями, происходящими в мире. О том, к чему пришли на этот раз и как будет работать секретариат в ближайшие годы, расскажем в нашем сюжете. Дворец мира и согласия в этот день полностью оправдывает свое название. В холлах уникального здания встретились представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даусизма, синтаизма и других религий, а также международных организаций. Все они уже через несколько минут сядут за большой стол переговоров. А говорить им есть о чем. Слишком нестабильный мир, слишком много опасностей, которые разрушают все вокруг, даже самых устойчивых стран, слишком много злобы и вражды, которой нет оправдания, пока гибнут люди. Как отметил президент нашей страны, Касмужемард Кемилыч Тукаев, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан продвигает межрелигиозный и межконфессиональный диалог как неотъемлемые элементы культуры мира. Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями. Как было отмечено президентом Казахстана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, такие непозволительные и варварские акции не имеют ничего общего со свободой слова. Именно эти ценности способны обеспечить мир и основу нового мирового порядка. Роль лидеров мировых и традиционных религий в этом процессе является очень важной. Лидеры мировых и традиционных религий – это те люди, которые выступают за мирное решение вопросов в военных конфликтах, страдают обе стороны. А человеческий мир сегодня настолько хрупок, что любые противостояния могут вызвать серьезную череду катастрофы и гибель тысячи людей. Поэтому так важно сегодня говорить, слушать и быть услышанным. Нужен именно такой открытый и честный диалог с участием авторитетных, политических и общественных деятелей, руководителей международных организаций. Особенно беспощадные конфликты на религиозной почве. И задачу тех, кто собрался за этим столом, не допустить самого страшного. Для меня большая честь собраться за этим столом для межконфессионального диалога с моими уважаемыми коллегами, представляющими столь широкий спектр мировых и традиционных религий. Сейчас, как никогда, важно объединить усилия религиозных и политических лидеров для достижения взаимопонимания и согласия между религиями и культурами. Разорвать порочный круг, превращающийся в водоворот ярости и мести. Вместо этого начать благотворный круг, который поднимает нас всех вместе с ним. Мировые религиозные лидеры на данном форуме всегда подтверждали их настойчивое стремление к миру и разъясняли миру, что религии невинны в отношении многих проблем, которые сегодня совершаются. Всемирной Исламской Лигой мы призываем к прекращению губительных войн, призываем государство избавиться от ядерного потенциала, по примеру, Республики Казахстан. Я хотел бы выразить благодарность президенту Республики Казахстан за его усилия к проведению съезда лидеров мировых и традиционных религий и его успешное руководство секретариата в течение многих лет. Главным событием заседания секретариата стало принятие концепции развития съезда на 10-летний период. Разработать ее предложил президент страны Касымжумар Тукаев. На прошлогоднем седьмом съезде этот документ, по сути, дорожная карта всей дальнейшей работы. Очевидно, что съезд, признанная международным сообществом, диалоговая площадка, которая пользуется авторитетами за прошедшие годы, стала центром реальных договоренностей. Эту работу необходимо продолжать, наполнить конкретными проектами, тем более у участников съезда есть и желания, и возможности для такой совместной работы. Это концептуальный документ, который предлагает обновленное видение развития нашего форума на предстоящие годы. Ключевой инновацией в проекте концепции является расширение миссии нашего съезда. Мировые религиозные лидеры, объединившись, могли бы внести весомый вклад в преодоление глобальных проблем современного мира, бедности, неравенства, дезинтеграции, способствовать прекращению войн и конфликтов, распространению культуры диалога и взаимоуважения. В концепции изложены механизмы продвижения миссии съезда на новом этапе. Предлагается ввести институт послов доброй воли съезда, который может стать важным инструментом духовной дипломатии. Планируется проведение форума молодых религиозных лидеров. Данная инициатива должна способствовать сохранению традиций и преемственности диалога духовных лидеров. Концепция должна заложить четкий вектор динамичного развития нашего форума на предстоящие годы. Концепция предлагает обновленное видение развития нашего съезда на предстоящие годы. Ключевой инновацией является расширение миссии нашего съезда. И наше заседание как раз закрепило это. Поэтому, несмотря на трудности, которые сейчас испытывает моя страна, я приложил усилия, чтобы лично участвовать в этом процессе. Я приехал в Астану из Иерусалима, священного города, в названии которого есть слово «мир». А целью данного съезда является как раз-таки объединение лидеров мировых и традиционных религий для содействия взаимопониманию и миру во всем мире. О других международных стандартах, только уже реализуемых Казахстаном в сфере образования и медицины, шла речь на втором заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития страны. Открывая работу заседания, спикер палаты подчеркнул, что главой государства на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был обозначен ряд ключевых задач по достижению целей устойчивого развития. В этом контексте приоритетное внимание было уделено проблемам в области национального здравоохранения и образования. Оба этих направления значимы и чувствительны для каждого казахстанца в отдельности и всей страны в целом. Поэтому главные вопросы встречи — обеспечение населения качественными услугами в обеих сферах. Президент страны Касымжомард Кемелевич Тукаев подчеркнул, что для Казахстана достижение целей устойчивого развития является национальным приоритетом. Для подключения депутатского корпуса к этой работе была сформирована парламентская комиссия. Вместе нам необходимо сформировать системный подход к реализации ЦУР и актуализировать национальную систему индикаторов. Это было время Сената, где мы рассказываем вам о том, как обсуждаются и одобряются законы, направленные на повышение социального благополучия всех граждан страны, еще больше новостей о деятельности сенаторов. Вы можете узнать на официальных аккаунтах Палаты в наиболее популярных социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Telegram. Подключиться к обсуждению вопросов, написать свои комментарии, иметь возможность смотреть заседания Палаты в прямом эфире, можно просканировав своим смартфоном QR-коды, которые вы сейчас видите на своих экранах. Подписывайтесь на аккаунты Сената и оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok